все пошла супер друзья привет с вами макс докучаев и мы сегодня у нас сегодня спец выпуск у меня сегодня будут особенные гости и сегодня мы общаемся с александром аверином привет выпуск будет о людях которые не только делают дело на площадке и на кромке ну точнее они делают делай на площадке но создает антураж праздника для всех спортсменов для всех кроссфитов после пройденного турнира люди которые все это запечатляют память очень важная история всех событий это фотографии поэтому от массаж и вначале общаемся о том как вообще так получилось что тебя занесло да как 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 ты оказался расскажи вкратце о себе на для тех кто тебя не знает чем-то занимаешься род свой деятельность как ты пришел в кроссфит так но как биографическая справка мне на текущий момент 43 года я счастлива жена от у меня двое детей вот справка заканчивается начинается более интересная часть ну вообще макс смотри я так получилось я дизайнер моя основная профессия я этим занимаюсь уже лет двадцать и дизайнеру так или иначе нужно рано или поздно находить какую-то отдушину своей профессиональной деятельности потому что только им заниматься с ума с этим можно я для себя нашел именно фотографии в чем это было увлечение очень давние это еще с детских по сути времен там мой первый фотоаппарат чтобы механический киев который снимал на пленку там вот со всеми этими проявками и всем остальным вот а что-то более-менее такой серьезную с точки зрения фотографии но можно считать что это началось лет 10 наверное назад может очень больше серьезно я имею ввиду что это уже когда пошли съемки которые можно как бы считать коммерчески почему как бы считать чуть попозже мы затронем это все да да хорошо вот значит при этом мне сильно повезло до кроссфита я уже снимал вид спорта которым я увлекался какой-то вид я очень сильно увлекался даунхиллом фрирайдом и всем что с этим связано то есть это вот эти вот сумасшедшие ребята которые наживо надевают на себя фуфейсы мотоциклетные садятся на велики специально и гоняют по грана южным склонам ну то есть у тебя отличный вот лучше да спасибо отличный опыт есть съемки динамики то есть это прямо кажется очень важно потому что сразу забегая вперед фотограф которые люди которые приходят фотографировать кроссфиты я знаю по своим знакомым которые являются очень классными фотографами до приходя на там снимая тренировки или какие-то их они вначале выдавали фотографии там первые два-три раза но они вроде все хорошо но она не смотрится картинка да и я понимаю почему потому что люди не занимаются кроссфитом и люди не привыкли снимать вот этот вот движ да они не ловят вот этот момент экшена ты знаешь на самом деле очень правильно ты говоришь и смысл этого абсолютно прост если ты этим не занимаешься ты можешь просто не знать каких-то нюансов неважно что это вот эти вот долгильные гонки или какой там очередной комплекс на кроссфите не прочувствовав это не поняв это через себя не пропустив вот все то что есть и хорошего и плохого я сейчас имею ввиду ту боль и пот и кровь которая присутствует и ту эйфорию которая случается после того как ты выживаешь после комплекса ты не можешь это передать в кадре ну никак тут даже можно забыть про какие-то технические нюансы да про какие-то вещи связанные вот с тем что нужно успеть поймать какое-то движение можно даже про это не говорить речь именно в том что ты должен понимать но по сути даже не так не понимать передать чувство атлета вот в определенный момент времени если ты это сам через себя пропускал ты это сможешь нет ну тоже наверно можно но это нужно быть тогда очень хороший профессионал друзья еще раз привет и у нас гостях великая и прекрасная я на если вдруг так получилось что вы попали на мой канал и смотрите это видео но никогда вы не занимались кроссфитом потому что только в этом случае вы не знаете кто такая я на я на вот для таких людей если вдруг они не увлекаются не интересовались кроссфитом представьтесь пожалуйста расскажи немножко себе да привет еще раз меня зовут яна хомутова я кроссфит фотограф снимаю кроссфит с 15 года вот все соревнования которые нас россии проходили очень многие вот большие и маленькие все были в моем исполнении в качестве фотографа вот многие атлеты и топовые любители подали ко мне в камеру вот и так что занимайся кроссфитом да не ванов привет расскажи нашим зрителям о себе чем-то занимаешься ну сразу да вы понимаете вы смотрите выпуск про фотографов естественно не фотограф расскажи что ты снимаешь расскажи снимаешь ли ты сейчас crossfit и когда снимал crossfit и вообще о своей деятельности привет макс спасибо что пригласил на свою передачу он снимаю снимал crossfit соревнований crossfit crossfit ответов для рекламы сейчас я снимаю много не crossfit а но бодибилдинга качков есть естественно crossfit атлеты для съемок снимаю гонку героев это ну к нам все слышали все знают это гонки с препятствиями соответственно снимаю снимал стань человеком это похожая тема но гонка герой немножко пожестче больше грязи я там бегущий фотограф соответственно меня команда нанимает я бегу с ними всю трассу абсолютно абсолютно такой же грязный как они и фотографирую их просто пути сколько гонок ты бегаешь вот команда тебя наняла ты пробегаешь за один день только одну одну гонку да и все да за этом и сколько таких гонок все уже было ну штук уже 30 было на 30 на то есть и такое прям матерый бегун с препятствием а бегаешь ли ты подобные забеги без фотоаппарата да именно вот именно гонку ну или там может как бы нам час line race да много всего три года назад друг мне написал и говорит я еду на ультрамарафон 70 километров не хочешь со мной я горну поехала пробегаю 70 километров 13 из 30 и после это я заболел ультрамарафонами сейчас я выиграл лотерею на youtube и это один из крутейших забегов в мире дистанцию тдс это 145 километров с набором высоты 9000 когда будет господи в октябре как ты оказался в крусфитинге в самом крусфитинге смотри значит здесь история следующая я в том что какой-то момент времени пришлось мои спортивные достижения в гонфиле прекратить в основном по причине здоровья и рождение дочери вот я там сильно много падал вот а потом просто включилась головку момент этот спорт был уже не совсем мне комфортно наверное прошел года три после этого и ну в общем как все нормальные люди не занимаясь спортом я начал выглядеть уже не так здорово как хотелось бы набрал вес и мой хороший друг максим колосов привет максим кстати вот значит он меня затащил на первую тренировку если честно тащил он меня на нее наверное месяца полтора минимум потому что ну как бы с одной стороны ты видишь этих прекрасных людей а мое вообще кстати ну как первое знакомство с курсфитом самое первое состоялось следующим образом я у максима в инстаграме увидел какой-то совсем короткий ролик буквально секунд на 10 наверное где еще один интересный человек игорь масолов тебе тоже привет эффектно управлялся со штангой они снимали где-то у нас на асфальте вот вот этот кадр что штанга тяжелый предмет летит падает бьется там пыль какая-то очень эффектно выглядело вот это было первое самое знакомство я так визуально от этого кэш и прибалдел вот она непосредственно собственно макса у меня затащил в итоге как он сказал ну пойдем мы сходим там бесплатно попробуешь может быть тебе понравится что-то еще я пришел в просу 3dr первую тренировку и если честно так собственно она все и завертелось по большому счету потому что первая же тренировку показала мне ну несколько вещей которые для меня оказались такими ключевыми и важными вещь первая они мне наглядно показали в каком ужасном состоянии нахожусь потому что я если честно не скрывает абсолютно большинство ли мне кажется главное откровение очень многих людей сейчас до до приходя на кроссфит но все-таки да такая штука достаточно сложная которая заставляет сразу включаться до в разных направлений то есть люди иногда приходят с хорошей подготовкой на узконаправленной и когда встречаются вот с этим вот переходом от упражнения к упражнению они так немножко ошарашенные для них это такое откровение что здесь вот ну словно на гребли они компетентные выдержат хороший темп со всеми а перейдя к штанге или там гири до вначале даже просто к обычному упражнению собственным весом и такую я вижу иногда глаза тухнут ну то есть сначала сейчас приходит я там сейчас а потом у него такой какой-то испуг такое небольшое расстройство ну как он дал потом появляется интерес тоже ну ты говоришь еще все-таки о людях подготовленных до которые по сути таки ну я сейчас проверю что такое этот ваш кроссфит пока единственный подготовлен человек которому почти все легко дается в кроссфите это Эдди Холл как слева то что он вытворяет вот эта огромная махина вытворяет со штангами да ему наверное хотя попробуй попросить его сделать какой-нибудь меткончик я думаю что я бы заставил его делать мерф пусть даже пусть полчаса поделает половину пусть делает посмотрим у меня чуть другая была ситуация я реально был не подготовлен я сдох прямо на разминке то есть мне реально уже было там в общем не совсем хорошо вот но это первым да то есть как бы не подготовлен старый момент это комьюнити то есть при том что я не очень уверенный в себе парень в плохой форме пришел в зал я увидел там в основном как это ты понимаешь бывает подкачанных красивых парней и девчат вот но эти парни и девчат они относились ко мне какому-то ну так второстепенному такому человеку да то есть что иногда бывает в обычных залах к сожалению потому что эти ребята на тебя ты не тот пац здесь вообще абсолютно другая ситуация и вот эта мотивация да которую тебе люди дают которые считают каждый твой последний рэп хотя ты там это уже просто двадцатую минуту доделываешь хотя они там за пять минут все справились вот это наверно второе было и третье это наверное конкретно в случае ридьяра это был еще тренер потому что ну андрей петрович что что греха таить он очень хороший тренер и его мотивации его отношения тоже подкупили очень сильно и все после этого я сел на эту наркоту особенно если учесть что наверное где-то после недели тренировок а это ну чтобы не думали что всю неделю ходили три раза сходил за неделю что и так на самом деле было подвигом я начал чувствовать вот там какие-то изменения да то есть мне стало что то делать легче я не стал дохнуть на тренировке и эйфория появилась да как будто это некий выброс как хотите его называйте там а я выжил этот комплекс там и так далее все на тоже начал мотивировать то что ты получаешь приятную отдачу от работы которую ты проделал вот наверное вот сейчас небольшая пометка для тех друг друг не не уловили саша рассказывать сейчас про красноярск на радиар в красноярске ты сам из красноярске и сам да и я хотел ну просто уже затронул до тему поднял я хотел и чуть позже для меня красноярске у вас был когда я видел какой у вас очень мощная crossfit комьюнити очень крутой я надеюсь что у меня удастся добраться до красноярска еще как бы запечатлеть непосредственно на месте но мне вот интересно да что в чем залог успеха в общем не очень ну когда он красноярск большой города чтобы правильно меня все равно он не очень большой а то есть но но при этом мощнейший crossfit комьюнити и достаточно которая вода и регулярно даже сейчас на моменте спада как общего crossfit популяризации crossfit продолжает выдавать и атлетов хорошие да и тренеров которые продолжают тренировать и которые дают импульс потому что было бы логично что как бы пик люди появились тренеры появились все круто 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 потом спад собственно все затухло но красноярск есть еще там парочка до городов которых это не происходит она да ну заняло свою да я не могу сказать что это ниша это очень такая устойчивая позиция и продолжает развиваться в чем особенность и чем может быть заслуга да и что вот почему так получилось на твой взгляд смотри я думаю здесь течение нескольких факторов во первых красноярске crossfit появился достаточно рано я могу сейчас ошибаться в годах но по-моему это где-то наверное 2003 или второе если что там пусть мне ребята в комментах или где-то еще поправим мы что двенадцать одиннадцать двенадцатый а наверно это я кстати может быть даже не с этой стороны давай зайдем с другой стороны чтобы точно не ошибиться в годах максим где-то на год может быть позже чем если вдруг вы знаете каком году макс если вы если вы участвовали друзья в зарождении кроссфит в красноярске напишите нам точный год дальше чего где вот этот точек 6 узнаю хорошо тогда мы свернемся дату нам нам нужна дата напишите дату начала то есть на самом деле ну короче первый момент бог с ними с годами это то что это началось достаточно рано относительно пока не относительно всего не сильно отстал от москвы второй момент это то что нашлись действительно люди которые этим горели вот поверь мне здесь такие люди тоже есть в большом количестве но видимо для красноярска конкретно сыграла огромнейшую роль то что в одном месте в одно время собрать собралась команда которая смогла этот движ запустить потому что это я все равно считаю что ну реальный хороший кроссфит красноярске начался с рыдьяра до этого соответственно ребята там собирались просто в вэлфите там в какой-то небольшой коморке условно говоря почему это читать потому что на самом деле тот костяк который зародился вот там он пришел потом в ридьяр и он потом достаточно долгое время там занимался готовил ребят выступал на срываниях и так далее вот это первый момент второй момент наверное то что ребята сразу же задрали планку очень высоко как в плане спорта то есть плане того чего они хотели добиться ну на секундочку ребят цель-то была простая да они хотели поехать на региональные в идеале собственно даже выступить на геймс и три или даже четыре раза если я правильно помню у них это получилось три точно у них получилось поехать на регионалке и никуда-нибудь в австралию что как бы извините это практически как со штатами соревноваться вот это первый момент то есть высокая цель второй момент они очень хорошо начали себя продвигать благодаря тому как они начали себя показывать в соцсетях как они начали показывать себя в виде роликов на ютюбе и так далее это тоже сыграл огромнейшую роль потому что ну вот мы с тобой до нашей записи до вспоминали еще алексея чернова который таким же образом примерно на мой взгляд продвинул другой клуб до кроссфит флэш вот он и соответственно чего греха таить макс колосов они вдвоем очень здорово двинули именно как минимум с точки зрения видео кроссфит популяризировали я засматривал с дневниками из австралии когда ребята ездили на соревнования для меня это было очень круто потому что качество контента ну его просто интересно даже все время смотреть посмотреть вот глазами и вот это то что происходит вот эту кухню внутреннюю и тем более когда это еще красиво все сделано красиво снято но это одно удовольствие вот более того вот эти как бы усилия ребят про спорт я уже сказал до три раза региональные в том числе и с точки зрения вот некого продвижения да если можно так выразиться они тоже были оценены потому что насколько я знаю ролик ридеяровский он выиграл да на соревнованиях просто кроссфит овский до конкурс видеороликов ну как бы вот это вот это на мой взгляд два таких важных момента третий момент он не настолько очевиден на самом деле это то что люди на это все отреагировали в принципе ты мог точно также ставить высокие цели пропагандировать себя на кем никто не пришел да здесь этого не случилось то есть тема зашла что называется я честно не могу сказать почему это случилось именно с кроссфитом но в принципе красноярск и так достаточно спортивный город то есть там масса всего есть возможно еще вот просто на это сыграло свою роль на определенный то что спорт людям близок и это какой-то новый вид спорта бы в которой люди пошли интересный такой я интересный да опять же люди пошли непростые потому что я достаточно часто сталкивался на тренировках с ребятами которые из других видов спорта где они очень много чего добились приходили сюда но банальный пример я не знаю там как-то раз я пришел на тренировку увидел новую девушку которая делала какой-то комплекс ну пусть это будет фрэн я не помню что это было видно было что она пришла недавно потому что техника еще где-то местами страдала но она делала это с такой отдачей с такой скоростью и закончила за хорошее на самом деле времени что я потом просто так на разминке где-то к ней подошел спортивный фига себе как здорово это все сделала ты вообще как бы кто я просто чемпионка европы там по полной борьбы точно и все то есть у меня соответственно то есть приходили люди очень серьезные из других видов потренироваться и вот но это тоже определенная думаю ближе задал расскажи ты изначально фотограф вообще нет вообще не вообще вот давай сейчас расскажем как вообще так получилось что ты во первых начала снимать кроссфит да и чем вообще-то занимаешься нет а сейчас я именно фото вот сейчас сейчас фонда с 15 года официальный фотограф а до 15 года до 15 года то есть я там года два не работала в принципе вот и до этого то есть самого самой юности я пыталась сделать карьеру вот то есть я была офисным сотрудником последняя моя работа была это в энергетической компании хорошем отделе достаточно хорошей должностью там с с повышением так сказать перспективно такая очень хорошая работа была вот какой-то момента поняла что офисная жизнь это не моё мне это не очень нравится не нравится приходить там с 9 до 6 сидеть сделать какие-то дела которые тебе не интересны в принципе вот и занимает всю всю твою жизнь по сути вот и в итоге я приняла решение что надо увольняться уволилась примерно потом пошла учиться на дизайнера на графического потому что подумал что надо получить какую профессию который будет мобильная то есть можно жить где угодно заниматься как бы какой-то профессии получать деньги за это год я пыталась стать дизайнером честно это была мука это была пытка вообще просто невыносимая вот и у нас так как у нас уже была какая-то камера вот причем уже достаточно хорошая скажем так вот я параллельно что-то где-то снимала вот коситом я еще не знаю для себя снимал или семейные фотографии до была одна репортажная съемка это чисто тоже наши как бы семейный но он получился такой репортажный вот и мне тогда это уже понравилось потому что я не разбиралась настройках камеры я снимал на автомат режиме вот такой вспышка который там автоматически открывается на при этом как бы вот что-то там даже получалось иногда а потом в конце тринадцатого года муж продолжил сходить на кроссфит вот куда на кроссфит нет да я куда пока еще было неизвестно куда то есть я даже не понимала что это такое что это слово незнакомое вот итоге мы выбрали ближайший зал а это был кроссфит мэйс который сейчас уже закрылся на кино киевского да было в принципе всего немного залов тогда то есть был паладин группу было идол геркулеон и арма армара уже было это был декабрь 15 года вот и мы в принципе выбрали который ближайший к нам это был красивый вот сходили на пробную тренировку и с января четырнадцатого года вот то есть мы уже прям конкретно я поняла что это моё кидание штанг а до этого я занималась несколько месяцев я хотел стать фитоняшкой занимался тренером в фитнес-клубе то есть у меня прям была цель и фитоняшка да такого сейчас конечно не скажешь вот и потом после пробной тренировки вот в мэзи я поняла что как бы все фитоняшество это вообще не моё мне это не надо мы с еще он мне кажется он такой располагал определенной энергетикой там плюс классный тренера были на тот момент очень крутые там лапик и тани гусева то есть и серёжа уколов там вот поэтому и атмосфера то есть очень это было очень круто что-то был другой мир совершенно вот и с января мы начали ходить ходили-ходили где-то через месяц 8 я как-то принесла туда камеру сняла там трешевые фотографии потом отсняла чемпионат ну чемпионат там были наш тренер по тяжелке саша панин он просто в боярде устраивал любительские такие соревнования тяжело атлетики там все желающие могли просто приехать соревноваться тоже там поснимала и потом я поняла что мне это очень нравится вот пошла на 100 человеком начале 15 года пошла на 100 человеком поехал уже просто сама приехала ходила по трассе снимала там бегунов кто-то соревновался вот и с этого момента началась моя карьера в качестве фотографа ты затронул тему очень классную по поводу контента до создания и собственно да и тоже идея рассказать про вас людей которые создают этот самый контент в том числе потому что я считаю что для формирования вот этой всей среды после здоровый хорошее развитие до создание в данный момент качественного контента будет фотографии будет это видео да это очень важно на конечно потому что всем во первых но помимо до простых вещей всем хочется себя увидеть на красивых фотографиях всем хочешь себя почувствовать немножечко звездой это нормально но качестве популяризации когда соцсети после соревнований заполняются хорошими фотографиями хорошим видео это огромный плюс да потому что увидишь раз увидишь два увидишь три если ты не занимаешься круши там у тому своего друга так а так как а почему ты так хорошо выглядишь это за движение и вот теперь сразу же вопрос твои первые соревнования которые ты снимал слушай ну нас так вот именно почему ну понятно что ты был из фотографии до занимался у тебя сразу появилась мысль ты пришел на фрусфит начал заниматься что не хочешь это пофотографировать нет конечно нет на самом деле не так все было первая фотосъемка во первых ну такая нормально хорошего на это во первых были не соревнования но это было совершенно изумительное действие я очень нервничал несмотря на то что мы уже какой-то бэкграунд был да я уже по-моему я занимался уже если не полгода то да нет полгода я думаю точно может даже больше то есть я уже примерно понимал что к чему кто эти люди как тут все происходит а в рядьяре устроили по моему это было что-то связано с 8 марта женский день на тяжелую атлетику в субботу пришли исключительно девчонки и пришли именно для того чтобы их поснимали то есть там макс снимал видео как они по моему они собственно там только просто ревок толщок делали по очереди там с повышением веса там что-то такое но это выглядит очень красиво потому что во-первых девчонки во-вторых штанги две вещи которые невозможно влюбиться движение эти прекрасные которые честно можно спокойно сравнивать с балетом с чем угодно вот и я просто осторожно предложил можно ли я там где-нибудь в уголочке никому не мешая попробую поснимаю вот на свою какую-то там камеру фотографии потому что макс планировал снимать видео исключительно но на меня посмотрели ну ладно мальчик хочешь попробуй вот приходи там та-та-та и вот это было реально первое нормальная фотосъемка в зале и результаты были просто ошеломительные то есть во первых я был доволен тем что получилось это было очень красиво во вторых масса женского внимания надо если вы хотите стать фотографом на кроссфитсеринговых будьте готовы к приятной стороне это внимание потому что кроссфитсеры фотографов любят это правда вот короче вот это была первая такая съемка и она на самом деле показала и мне и ребятам что это ну какая-то интересная тема и мы достаточно быстро договорились о том что я время от времени буду приходить снимать а первое соревнование это был по моему это был winter cup вот соответственно соревнования которые проходят опять в том же ривьяре в зале в основном и их особенность что собственно и было на самом деле здорово интересно мне как фотографу они собирали ребят со всей страны практически да давайте сейчас тоже если вдруг вы не знаете winter cup это турнир который проводит там уже не на лет пять наверное да я думаю 5 в красноярском радьяре турнир как на который собираются атлеты из разных точек россии не по приглашениям люди которые знакомы знакомы знакомых я так понимаю и они все перемешиваются то есть очень крутой формат на самом деле очень классные прям я с удовольствием информационно слежу за этим потому что команды перемешаны и и наверное попадает так что люди сами между собой еще не знакомы за счет этого создается до она очень приятная атмосфера которая такая сюрприза ну вот и собственно крутое событие если вдруг кто-то планирует провести какой-нибудь турнир дружеских на береговой возьмите за заметку очень интересно вот соответственно это были первые соревнования но наверное как бы сформулировать не хочется говорить что первые серьезные соревнования наверное первые соревнования которые действительно были для меня испытанием как для фотографа потому что это были первые соревнования на которых во первых я повстречался с яной хомутовой да и соответственно с пашей табурчуком это две ну как бы звезды которые знали я надеюсь все знают это были соответственно сибириан шоу даун как год слушай это было по моему 17 или 16 шнад скорее всего потому что здесь я был в восемнадцатом году до этого это 16 вот там я действительно почувствовал что это такое потому что когда ты снимаешь на каких-то домашних соревнованиях ты опять все равно находишься достаточно комфортной атмосфере то есть ты знаешь этих людей в большинстве стоим как минимум они знают тебя есть определенное доверие потому что на самом деле на соревках очень важно чтобы фотографу доверяли я могу даже пояснить почему дело в том что очень есть показательные моменты когда проходит например комплекс на какой-то максимальный вес взятие на грудь для атлета это большой стресс ему нужно сконцентрироваться ему нужно подготовиться ему нужно быть морально и физически само собой готовым этот вес подтвердить неважно сколько раз его на тренировке уже поднимал здесь он испытывает огромный стресс если перед этим у него перед лицом еще бегает какой-то мальчик с камерой это ну то есть это еще повышает как бы уровень хорошо если этот мальчик знакомый хорошо если атлет понимает что этот мальчик ничего плохого не сделает по штангу не полезет никак не отмечет не дай бог не сверкнет вспышкой в глаза или там подобные какие-то непонятные мы мы к счастью там старались вести достаточно корректно но ребята видеооператоре им нужно было видимо какие-то крупные планы снимать они действительно очень близко к атлету в эти моменты приближались это очень мешает вот соответственно подводя черту да как бы домашние условия одно дело другое дело когда ты оказываешься на больших соревнованиях где огромное количество атлетов ты знаешь этих людей по их инстаграмом по ютубу по их достижениям в принципе потому кто что они себе представляют кроссфит сообществе да они тебя не знают ты просто какой-то мальчик который приехал с команды ридьяра что-то там поснимать вот это был первый момент да такой серьезный и второй момент на самом деле в том заключается что большие соревнования это совершенно другой тайминг это работа на износ но для понимания сколько килограмм ты теряешь за соревнования слушай я не взвешивался честно говоря вот но всякие вот эти вот дурацкие гаджеты да которые там сколько шагов 10 километров легко вообще просто ты просто набегаешь за время съемок это еще с аппаратуры с аппаратуре на вот ну на самом деле я думаю что 10 это такой типа нижней плюсом до 15 бывает доходил если маленький зал не больше да как у нас соревнованию а если какая-то нормальная арена вот и при этом нужно еще понимать что фотограф он не просто ходит и бегает я поймал себя на мысль что на самом деле мы постоянно делаем одно и то же упражнение выпады называется может так или иначе все время должен присесть забавная история вот в общем подводя итог до первое серьезное настоящее соревнование конечно же был шоу даун до этого было несколько наших локальных которые тоже были очень интересными ничем не уступали по уровню но вот такая планка как бы серьезная она была тогда как какой самый наверное большой для тебя и запоминающийся помимо первого дошла да у нас равно это он шоу дауна дед или которого тебе прям запомнился глобально конечно же это большой кубок даже не надо далеко уходить что называется почему ну тут масса факторов во первых масштабы конечно потому что арена где проходят соревнования сейчас ты снимал оба больших кубка нет я был только на последний на последнем стоп давай говоримся я буду на последнем с точки зрения времени надеюсь что он не будет последний что это 18 год это который был на вылетел из головы автозаводская заводского все да дворец искать с карьеру на вот огромный зал это совершенно другое отношение к подготовке к процессу это выверенный до миллиметров тайминг это много все то есть если честно вот совсем профессиональный я могу считать наверное вот первую работу именно там потому что мы с ребятами в команде из соответственно нас было пять человек мы работали в таком режиме что иногда простите за банальности как бы даже покушать было некогда нужно было успевать отснять очередной заход успеть выбрать несколько хороших с твоей точки зрения фотографии тут же скинуть их ребятам которые соответственно сидели занимались обновлением в субсетях и так далее чтобы они успели опубликовать что вот допустим прошел какой-то заход вот эти ребята там все остальное это очень 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 быстрый ритм вот то есть этого масштаб организация в принципе то что это все проходит в москве я здесь был не частным гостем вот ну и наверное ты знаешь самое большое это некое доверие потому что одно дело когда ты снимаешь соревнования людям нравится играть тебе спасибо но тебя условно говоря не зовет компания ребят поснимать вот такое большое мероприятие здесь нужно определенную завоевать определенное доверие у этих людей то есть они должны понимать что если они тебя позовут ты получат хороший результат на религии с ты во первых не помешаешь тем кто уже не раз на этой площадке работал да ты не помешаешь оператором видео трансляции серьезно ты не помешаешь своим коллегам на площадке ты ни в коем случае не помешаешь атлета потому что на самом деле одна из вы знаете таких самых серьезных на мой взгляд проблем это когда ты нечаянно вот ну не специально то что упаси боже не нормальный фотограф не будет намерен и мешать это ну вот ты по какой-то причине задел скакалку там что-то еще где-то нечаянно встал вот это все вот в этом должна быть определенная уверенность организаторам чтобы тебя позвали и тот факт что меня позвали для меня был просто сумасшедшим при этом на самом деле сразу же хочу сказать что речь не шла о каких-то деньгах и всем прочим я вообще в принципе никогда не пытался рассматривать собственно съемку кроссфита как какой-то способ заработать и бка не был исключением конечно же я не буду там сейчас кривить душой там определенные какие-то деньги были заплачены но они не идут ни в какое сравнение затратами на билеты и все остальное которые были то есть это 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 был для меня на самом деле такой очень важный турнир для самого то есть я ехал осознанно финансовая тема она любила хорошо хорошо на вопрос на который я заготовил но нет тут без подкола и не выяснение кто платит больше просто такое наверное шкурный вопрос для людей которые могут может быть можно ли заработать можно ли заработать снимая кроссфит турниры и ну если условно их было бы предположим да они бы регулярно проходили являться вот этим фотографом в пуля вот этих кроссфит турниров можно ли на эти деньги то есть крутится ли деньги у фотографов кроссфит турнира какие-то на котором можно прожить смотри в россии нет вот если коротко в россии нет в основном наверное потому что пока еще кроссфит движуха какой-то комьюнити и в принципе я думаю соответственно какая-то отдача от всех этих мероприятий которые проходят мы сейчас говорим исключительно про отдачу ну давайте честны бы на финансы да она невелика я сравниваю просто моих коллег по цеху да скажем так с ребятами из штатов с ребятами из европы и я не очень честно говоря верю что мы не особо делились во первых этой информации друг с другом и не очень веришь тот же я на или паша могут выживать только за счет съемки кроссфита потому что ну опять же янка я знаю точно она занимается чем много чем она снимает портреты там какие-то еще вещи паша он очень увлекся сейчас последние какие ну хоккей это вообще его стезя да как бы нет я хотел сказать что он увлекся больше часа ммм и вот всякими доборствами тоже вот то есть очевидно что люди снимают не только кроссфиты я думаю что может быть как раз в том числе по финансовым причинам ну наверное еще потому что все таки да я говорю реалии такие что этих крупных турниров и в принципе да их в принципе по россии даже не очень много уж и не говорить локально по городам то есть чтобы это нужно кататься было бы ну вот предположим давай сейчас предложим что их стало много их давай скажем что для каждый месяц зовут на тур на 12 турнира нет все равно них все равно нет хорошо без названия турнира чтобы не раскрывать финансы самая большая сейчас прям не радовать вам не плещется в самый большой заработок из кроссфит съемки вы может быть фотосессии ты может быть я назову эту смешную цифру почему я сейчас говорю смешная ребят тут надо четко понимать она смешная для меня как для человека который в другой сфере зарабатывают совсем другие деньги для кого-то эта цифра может быть просто огромный для кого-то живущего в красноярске она точно будет достаточно серьезно окей за один турнир максимум получал порядка 30000 30000 это за примерно три дня работы считайте вот какие были такие первые официальные соревнования как где-то было именно как фотограф ну вот прям это были наверно все таки первые гераклеоновские которые проходили большой летний кубок который проходил в парке победы 15 года летом вот то есть я тогда незадолго до этого написала маша кодинсова которые главный редактор кроссворда вот и мы совместно с ними то есть я как бы от них как аккредитированный фотограф вот пошла вот на эти соревнования были самые первые как впечатления были первые вот именно того когда ты оказалась на площадке до когда-то не просто снимала какой-то такой скажем так между собой когда-то оказалась на площадке когда ты увидел вот этот экшен и ты была прям внутри этого все слушай ну это было очень круто то есть но всегда красивые соревнования это такие непредаваемые эмоции особенно когда ты снимаешь вот на большой объектив когда ты видишь да вот лицо вот эти страдания атлета ты за ней за всех переживаешь ну это очень круто и поэтому до сих пор я снимаю постоянно снимаю снимаем не это не надоедает то что каждый раз какие-то новые эмоции они как бы и новые и старые одновременно да но это постоянное переживание за ребят за то чтобы они там делали все быстрее и лучше без травмы и как тут я я постоянно хожусь как бы внутри площадки какие соревнования тебе запомнились вот какой-то может быть он может быть не очень большой турнир может быть самый большой турнир вот который тебе прям отпечатался для тебя это было наверно может сказать хотя я знаю ответ я хотел это отдельно вопросом задать давай давай про российский или хотя бы в рамках европы потому что геймс мы потом отдельно поговорим в рамках россии или снг назовем это так которую тебе прям запомнились как вот именно фотографу впечатление ну во первых во первых это большой кубок 17 года потому что это было были очень масштабно организованы соревнования это была грандиозная площадка мега спорт вот это было были по сути такие вот первые соревнования где нас и звали именно как медиа команды то есть мы собирались отдельно меди команды не просто как вот мы там просили куда-то да пусть нас поснимать нет действительно как бы компания рыбок приглашала у нас отдельно собирала кто будет снимать то не будет снимать вот и очень такая подготовка тяжелая была сложная эмоционально вот здесь главное было не подвести потому что это были такие первые масштабные организованные соревнования которые хотелось бы чтобы они вышли на больший уровень то есть у нас была такая цель вот по крайней мере уже не цель была вот и они как бы так запали прям в душу именно вот восемнадцатый год вот в семнадцатом году тоже было очень достаточно круто все в принципе те же эмоции вот но вот 17 как они были первые вот они были самые лучшие скажем так вот из пор я их вспоминаю и вторые по значимости для меня это любительские соревнования которые первый раз были проводились в анабе которые есть его бичкап вот провели в восемнадцатом году получается первый раз и это было настолько ново для нас для российского кроссвита они несмотря на то что любительские вот на тот момент приехал не так уж и много народу вот это во первых новая площадка это море пляж новые интересные задания вот и это было по-другому это было тоже очень круто вот я рада что эти соревнования уже в этом году проходит третий раз будет проходить да уже в прошлом году был аншлаг вот то есть там реально народ прям вот хотел там участвовать в этом году тоже открыли регистрацию которая очень быстро скупили все билеты все места вот я надеюсь что то есть будет уже будешь там ну давай потихонечку дальше пойдем я могу сейчас ошибаться по поводу слыш ты был снимала региональные до регионально как вам году а это были был восемьдесят восемнадцатый год это были самые последние регионально которые были до который я успела просто успел то запрыгнуть можно сказать последний там как-то там оказался а благодаря красвид россия вот через ребят они предложили поехать поснимать вот и я согласилась вот мы приехали у нас там было четыре команды вот от нас выступали плюс индивидуал и плюс был ильин был хренников да вот есть достаточно такая большая команда вот от россии это проходил все в берлине и было мне очень интересно поснимать не только сесть как с нашими ребятами поснимать как раз от кроссфит россии было интересно посмотреть саму организацию да как приходит происходит организации именно за границей красвид соревнования что это такое вот и слушай ну очень-очень хорошее впечатление в чем кардинальное отличие вот что-то для себя отметил ну во первых а все-таки количество зрителей вот это прям бросается в глаза вот то есть там их больше вот гораздо вот и плюсы я не знаю какая-то организационная работа в плане работы волонтеров они как-то более четко все делать то есть видимо это уже сказывается опыт потому что уже не первый год да когда они проводят вот как-то команда команда волонтеров они как все едино понимаешь там все организаторы в этом же восемнадцатом году да ты это все был прям такой получается ступенчатый год да ты бы поехал на геймс в качестве фотографа естественно как-то оказалось на геймс и вот прям жги напалмом все что ты об этом думаешь про свет россия мы поехали с официальной аккредитации снимать наших ребят то есть я в основном снимал там наших атлетов это лену кулик и эрика палкина задача была именно их снимать и по возможности я там уже снимал каких-то топчиков кто-то выступал вот ну и не знает попасть в другой мир во первых америка это уже да она отличается страна сама по себе то есть там все интересно там все по-другому вот и сами соревнования они настолько масштабные то есть там несколько площадок то есть он тот круглый колизей отдельно площадки для отдельно площадка под открытым небом а плюс озеро где там плавательные до комплексы были вот плюс отдельная площадка для тинейджеров для мастеров мастеров до плюс отдельные места где сидели все волонтеры меди команд то есть это огромный такой мини городок которым ты находишься в котором ты варишь ты его бегаешь перемещаешься и очень так очень круто прям к очень масштабная организация то есть это прямо даже похоже как на чемпионат мира на самом деле расскажи про съемки кроссфита что ты снимал ты снимал не так много я так понимаю да как бы ты прикоснулся к кроссфит действию до снимал соревнования в айдоле не помню как уже назывались они там много был до благотворительность была пушистая заруба тоже но это так ну много соревнований как бы даже не могу вспомнить название то есть маша кодинцева делает забыл как сноудроп до сноудроп но не еще был летний сноудроп вот айдол я снимал когда это было прям мейнстримом каким-то там куча куча народа темный-темный зал ужасно мне не нравится терпеть были соревнования но не могу сказать что я прям то есть это моя тема я знаю атлетов много с многими общаясь дружу с тобой с максим было можем который сейчас втором этаже крылья велосипед помимо такой динамичной съемки на назовем это так забеги кроссфит соревнования ты много выкладываешь что твои подписчики в инстаграме подписывайтесь на дань а здесь будет где-то здесь вот будет ссылочка аккаунт ты снимаешь студийную съемку достаточно много и работаешь в основном со спортсменами ну не в основном может и меня поправишь я замечаю врача потому что я все многих знаю по крайней мере заочно уж точно спортсменов да в основном это один спортсмен у тебя прям вот спортивный профиль ты не берешь если просто вот сейчас такое смотрит я хочу данина фотосессию человек спортом не занимает нет я снимаю и как бы в основном я просто не выкладывать что я снимаю не спорт но спорт мне ближе просто для меня спорт это свое время послужило просто огромным мотиватором измениться я весил раньше 140 килограмм помимо этого всего мне еще это протеста забедренного сустава с которым не бегать нельзя и как бы спорт это меня что-то как звезда какая-то полярная еще раз возвращаемся ты в октябре собираешься бежать 140 до 5 145 километров до не бегать нельзя немножко минутка мотивации бега беговой друзья вот так вот в том году я пробежал 100 чтобы попасть на эту лотерею пробежал специально 100 с набором 4000 это было в боснии клецеговинь и пробежал там 19 из 60 при том что я думал что я глубокой же но оказалось нет я знаю что нужно делать чтобы кроссфит фотограф в принципе фотографы начали зарабатывать нормально вот это хорошее этого есть на самом деле очень простые схемы ты зашел с той позиции что вот было бы здорово если бы было много соревнований тогда соответственно ситуация как-то исправится соревнования не нужно нужно две вещи вещь первая на западе особенно в европе очень сильно распространена ситуация когда какой-то фотограф работает с определенными брендами и соответственно если бы например я не хомутовой компания юстил предложила стать ну условно говоря штатным фотографом то есть имеется ввиду чтобы я выезжала снимала допустим вот все что касается юстила и тут бы ей за это какие-то деньги платили вот это одна из хороших рабочих схем почему я так говорю потому что я видел примеры ребят который сотрудничает с несколькими брендами ну там допустим один из ты говоришь про европу сейчас европу да один из норвежских если не ошибаюсь фотографов барбал фотограф называется в инстаграме я думаю что все видели все знают это обалденный совершенно парень мой кумир на самом деле в какой-то степени вот он сотрудничает по моему брендами с 5 минимум все стоит рыбак лайк там много всего он делает съемки специально для них либо это атлеты которые выступают от этого бренда и он их снимает на соревнованиях специально либо какие-то съемки более утилитарные то есть съемка оборудования сын для товара там подобное и и на этом он неплохо живет я думаю соответственно у нас я насколько опять же сведущ такая компания которая вот хоть каким-то образом пытается так взаимодействовать с фотографами прошу прощения если ошибаюсь это только рыба пока я не я сталкивался такой ситуации только с ну тут связано наверное с тем что у нас к сожалению да во первых пока все таки рынок российского просфита он очень маленький и у нас в принципе на рынке нету какой-то конкурентной среды среди как я компании либо ее вообще на то что мы конкурентные либо ее общение до такого количества компаний не не бой и больших и маленьких которые в этом бы рынке варились потому что который между собой куда-то если мы смотрим на европу да если мы смотрим на америку заглядываем регулярно в чужие инстаграмы то мы конечно видим что там постоянно появляются какие-то маленькие большие спонсерские контракты там от компании производящих спортивное питание огромное количество брендов одежды которые просто мы да мы там знаем крупные но есть еще куча мелких которые работают с атлетами там около игровых до украины игры которые там занимают условно там нижние места но при этом они все равно с брендами да у нас такой ситуации нету и пока это вот невозможно собственно ты говоришь на ситуации которые и в атлетах на самом деле присутствует потому что многим атлетам тоже для того чтобы ездить на соревнования все остальное нужно спонсорская поддержка вот здесь это очень близкие темы и второй способ который как я считаю может работать это следующая схема на самом деле сейчас в большинстве своем вот это некая финансовая нагрузка на то чтобы за деньги подчеркиваю да за деньги пригласить фотографа на соревнования чтобы он поснимал она ложится на организаторах на западе опять же распространена немножечко другая схема в любом случае люди когда участвуют каких соревнованиях они платят стартовые взносы на которые собственно по большей части все организуют это совершенно нормальная история иногда просто предлагается некий условно этом дополнительный пакет ну там я с утрирую буду говорить там если взнос там стоит не знаю полторы тысячи на соревнования тебя просят заплатить еще 100 рублей и за эти 100 рублей тебя вот этот дядя поснимает у тебя допустим гарантированно будет ну там лично как-то прописывается там пять фотографов не знаю все таком это тоже вполне возможно как мне кажется рабочая схема у нас здесь мы а ты берешь на свои забеги ну фотоаппарат понятно скорее всего это не берешь может быть какой камерой или телефон с тобой это делаешь он шикарный телефон вяжу второй год его юзую huawei п20 про рекомендую камер бомбите с а ты снимаешь в процессе или ты полностью в гонке и как иногда зубка получается расскажу один момент мы в пять утра ночь поднимается рассвет с меня под я вбегаю в лес а там лучи как фильме дым и лучи через самый популярный вот эта тема лучи через деревья я у меня телефон далеко руки в лес к леске я бегу бегу не могу хороших парни бегут лет кулана прощайте то есть не могу остановить ну как не остановиться когда здесь у будут никогда такое-то фотографический художник требует все равно внутренней то есть он побеждает художник не бегун режим по россии трава у такая все мокрая и оборачиваю солнце капельки росы я побегите ну то есть когда ты видишь это ты понимаешь что нельзя это упустить это вот когда ты это больше не не был вещь никогда а ты любишь бегать в группе бежать в группе зацепиться нет я больше отстраниться я как йог и у меня бег этой йога своеобразная то есть когда я погружаюсь туда я начинаю какие-то проблемы или когда ты пытаешься что-то для себя творческое придумать ты бежишь все это как йога на тебя набрасывается там боженька я не знаю кто там то есть все на тебя это накидывается на только вовремя записывать потому что очень много информации на самом деле хотите мотивацию информацию не вас есть лишние вопросы бегайте вот так вот только не со мной бегаешь ли ты мы сейчас вот так давай влезли до в беговую темы максимальные тогда выжмем бегаешь ли ты по городу бегаешь ли ты забеги по по асфальту обычные нравится ли тебе и почему трейл они терпеть не могу городские забеги каждый год я говорю себе что я не побегу московский марафон но кто специально подкидывает мне слоты я его бегу я терпеть не могу это убийство ног просто колосса нет я бегу по парку горьку на я выбрал сейчас маршрут трейловый я бегу только в горке и по земле то есть просто асфальт но и многие не очень любят да это я вообще не рекомендую никому и никакие кроссовки не помогут это все ерунда нельзя бегать по асфальту человек со времен убийства мамонтов он всегда бегал за мамонтом где по асфальту нет он бегал по земле по какашка мамонтовых везде по листьям в моих реалиях один день съемки может принести тебе порядка полутора тысяч четыре двух тысяч фотографий которые тебе нужно отсмотреть отобрать убрать вот эти все лица спорта на значит выбрать фотографии на которых еще и правильные движения зафиксированы чтобы не было вот этих вот непонятных кривых ручек и всего остального вот и потом это все еще обработать и на самом деле из двух тысяч фотографий ну опять же допустим можно взять просто пример тот же бэк где были на самом деле практически идеальные условия для съемки профессиональные атлеты хороший свет и кто тебе не мешает никто не бегает соответственно даже там из двух с половиной допустим тысяч фотографий которые мы приносили вечером на флешках ты отбирал в лучшем случае фоточек 500 а потом организаторы и потом их права и это правильно на самом деле они еще смотрели гринии давай вот эти 300 100 вот количество сил вкладываемых в это и количество отдачи которые будут получаться по твоей схеме я боюсь немножко будет несопоставима опять же мне допустим в общем и наверное такая бы схема подошла вот потому что я отношусь к этому достаточно спокойно ребята которые на этом хотят зарабатывать я чет не уверен у тебя получается за ты уже говорил сказал где-то две тысячи фотографий но это так от среди или максимальное количество фотографий которые ты снимал за день соревновательный чтобы ты такой посмотрел в конце на память такой смотри это было как раз на шоу дауне это наверно был первый день я был в легком шоке тебе хотелось снимать всех я снимал все я снимал длинными сериями я по сути ну со стороны могло показаться что саша делал вот так нажимал кнопку и вот так снимал все что попадет в кадр вот это тоже кстати рабочая схема только очень много потом обрабатывать приходится я уперся в то что у меня кончились флешки чтобы вы понимали на две моих флешки помещаются я думаю где-то наверное порядка 4 тысяч фотографий вот пришлось сливает пришлось что-то тут же на бегу там стирать и так далее ну вот это наверно был некий макс сколько из этого вышло потом увидела свет то что ты знаешь на самом деле в случае шоу дауном я думаю что там достаточно большой процент прошел что-то около тысячи наверное фотографий прошло это много на самом деле главным образом потому что фотографов было не так много нас было всего трое и я думаю что не стоял вопрос о том чтобы отобрать прям совсем идеальные какие-то в общем я видел что достаточно много кадров которые сейчас у меня бы на самом деле вызвали бы какое-то сомнение они прошли в пул фотографий до которые потом были опубликованы вот ну вообще на самом деле нормально этот нормально кстати абсолютно ситуация что приходится такое количество кадров снимать потому что мы занимаемся репортажной съемкой здесь невозможно взять сделать один кадр и он получился бы сразу же идеальным это так абсолютно не работает потому что ну как вам сказать допустим чуть-чуть технических деталей да обычно я снимаю с выдержкой 1,5 это 1,5 секунды в среднем я снимаю сериями по 3-4 кадра и вот из этих 3-4 кадров дай бог если один получится почему потому что атлеты двигаются настолько быстро в некоторых движениях что ты можешь не успеть что ты можешь не поймать тот самый даже зная по характеру движения в какой момент собственно будет какой-то интересный там прогиб при холда на перекладине или там момент маха на выходе на кольцах и еще какие-то вещи можно не успеть потому что одна из особенностей интересных кстати на самом деле особенностей в принципе кроссфит съемок заключается в том что мы кроссфит фотографы оказываемся в максимально невлагоприятных условиях для съемок отсутствие света вот мы сейчас с тобой снимаем на телефоне скорее всего это выглядит достаточно неплохо с точки зрения кто-нибудь нам скажет что не очень я понимаю это мы еще старались выставляли свет с точки зрения фотографии здесь сейчас света очень второй момент это то что очень быстрое движение очень сложный движение движение при которых атлет не стоит на месте он может перемещаться по залу между станциями там еще как-то очень часто тем более на соревнованиях особенно любительских ты снимаешь по сути в толпе то есть ты конечно же можешь по площадке ходить но обычно на это место все-таки отведено атлетом и оно отмерено там иногда зачастую до миллиметра потому что ну не все залы большие и в общем короче ты находишься в невыгодных условиях но тебе при этом нужно выдать хороший результат вот это все оно накладывает просто даже какие-то технические ограничения и количество кадров вот это которая получается она как раз из этого и проистекает мне очень часто на самом деле интересно слышать то есть я поснимал скажем в зале вернувшись домой я радостно пишу ребятам в чате ребята две тысячи фотографий сейчас чем выберу они то они соответственно думают сейчас две тысячи фотографий а потом оказывается что кого-то да из тех кто был в этот момент зале вообще нет ни на одной фотографии алё две тысячи фотографий чего у меня нет вообще хоть бы одну как почему так получается ой слушай на самом деле это очень интересная тема ну во первых нужно понимать что позанимавшись ты понимаешь как должно выглядеть движение правильно и тебе не хочется чтобы на фотографии человек был с неправильным движением а к сожалению это очень заметно ну не знаю самый банальный пример допустим как люди делают взятие очень часто у людей локти где-то внизу несмотря на то что должны быть приподняты да еще какие-то вещи или второй момент когда ты снимаешь все-таки ребят которые еще не совсем профессионалы любители у них зачастую бывает не совсем еще хорошая спортивная форма да и люди бывает этого даже стесняются я очень часто сталкивался тем что даже с атлетами кстати говоря что ты выкладываешь какую-то фотографию ты чего у меня там живот убери а на самом деле чтобы вы понимали да очень многие вещи у человека физиологически построен таким образом что даже если у тебя все там сколько 6 кубиков креса и все остальное при определенных движениях у тебя все равно будет выглядеть как будто у тебя какой-то там животик или какая-то складочка на боку или еще что-то даже у самых идеальных сухих фитнес-моделей это все есть просто это обычно зафотошопливается мы на самом деле за честный скажем ну я как минимум да я я стараюсь не обрабатывать фотографии вот с этой точки зрения практически вообще вот поэтому сложность на самом деле и почему много фотографий уходит в брак это вот ну самое очевидное то неправильное движение люди я обычно им это просто отправляю в личку то есть я это не выкладываю какой-то общий пол я понимаю что скорее всего человеку может быть некомфортно от того что все увидят его вот таким я выкладываю ему отдельно в личку или еще как-то он уже сам волен распоряжаться хочет выкладывать это его право и второй момент это то что удивительная вещь но когда я начал снимать кроссфит я понял что у человека выражение лица меняется за долю секунды и вот те самые 1 500 у тебя может быть два абсолютно одинаковых кадра с абсолютно одинаковым движением идеальной техникой все на месте но на одном лицо перекошено а на втором нет у меня в зале я занимаюсь в основном сейчас в рельяре московском видимо так так повелось судьба заниматься до заниматься в рельяре там у нас есть одна исключительная девочка значит она на любом абсолютно движение она улыбается причем нормально такой естественной красивой улыбкой я тоже подошел просто спросил погоди а как так ну вот ты блин делаешь вот ну там реально тяжелые движения какие-то это веса даже достаточно серьезные для девочки а у меня ну вот так вот это мне тяжело на самом деле когда человеку тяжело и улыбается просто идеальный причем такой знаешь голливудской вот еще если на эту тему поговорить у меня был очень смешной случай еще в красноярске я снимал соревнований там был парень он достаточно неплохо двигался но у него почему-то вот обратная ситуация у девочки улыбка у него всегда перекошенное лицо всегда то есть несмотря на достаточно как бы очень маленькие какие-то коротенькие выдержки я не смог наверное фотографии 20 с ним было ни на одной поймать чтобы не надо было поймать нормальное лицо и потом он не признался что у него действительно есть такая проблема мы с ним даже как-то пытались на эту тему спорить что я им сказал все эти все мы сниму так что тебя будет нормально вот за улыбкой да и я в итоге выиграл потому что я вас нел со спины помимо масштаба на games что вот еще бросается в глаза может быть какое-то отношение какие-то взаимодействия атлетов с публикой атлетов с фотографами вот как какие-то такие вещи которые ты тебя вдохновили тебя впечатлили до которые какие-то может быть мелочи которые тебе удалилось и запечатлеть и и просто увидеть да и отметить для себя слушай ну вот в плане взаимодействия атлетов фотограф в принципе разницы нету потому что у нас достаточно ребята тоже все открытые то есть спокойно можно подойти там просить сделать фоточку или просто болтать вот там в принципе тоже достаточно все общительные все улыбаются то есть не вне было такого что вот нет нельзя снимать вот понятно что они то больше ну как бы настроены да все таки это как бы такой итоговые итоговые соревнования вот и лишний раз просто не подойдешь сам вот то что понимаю что да как бы человек там в главе часа много другие мысли вот это так в принципе вот в плане общения как бы все очень достаточно просто было просто и не возникло каких проблем кто тебе больше всех понравился слушай ну кого-то вот увидела может быть да и да да и до этого за ним не следила или за ней и ты вот и увидела сфоткала эффект изначально я всегда следила за и нет арисдотера на моя любимчика моя ли мой любимчик на мой любимчик вот но в принципе когда я на площадке увидела те клэр вот она вот как-то больше от меня на нее взгляд упал потому что не знаю почему то есть видимо из того что она сама по себе ну морально такая очень сильный человек вот она приковывает к себе внимание вот и я вот прям как-то следил за ней даже если вот несколько фотографий я там делала вот у меня переключился взгляд то есть если на региональных я больше на они да там была так она моя любимчике и про снимала снимал меня реальности много фотографий вот и но вот как-то надеюсь у меня все-таки больше на те после того как ты посмотрела на games поснимала games стала ли ты по-другому снимать соревнования как-то может быть по-другому на это все взглянула ну ты знаешь возможно качество фотография но как-то немного улучшилось потому что в первую очередь я всегда слежу за фотографами которые постоянно снимать на games постоянно снимают как бы за границы до европейские американские фотографы вот и я стараюсь именно чтобы мои фотографии походили на их не работают были похожи чтобы они не отличались как каким-то образом вот и ну возможно в принципе я считаю что да улучшилось качество или в основном я сейчас влезу в тему в которой я вообще ничего не понимаю и не разбираюсь но может быть кому-то это будет интересно расскажи на что ты снимаешь именно кроссфит да слушай ну на самом деле я снимаю примерно одной и той же аппаратурой какой-то момент я для себя выбрал фуджи фильм как как фирму да как производителя фотоаппарата на то были определенные причины я сравнивал выбирал конкретно сейчас я снимаю на уже в общем-то достаточно устаревшую по нынешним меркам камеру это фуджи фильм x-t2 сейчас уже есть x-t4 недавно вышла вот но мне если честно хватает того что у меня есть то есть нет смысла как бы как-то что-то менять и есть небольшой набор объективов соответственно которые я снимаю у меня есть интересная особенность в отличие от всех как бы это выразиться нормальных и правильных репортажных фотографов таких как собственно та же яна да или паша я снимаю на объективы с фиксированным фокусным расстоянием попробую объяснить в чем тут соль нормальные фотографы снимают на специальные объективы у которых можно делать зум или раз зум соответственно можно находясь в одной точке снимать человека ну допустим в полный рост или портрет не двигаясь про это это очень удобно на самом деле для репортажных съемок потому что ты не знаешь находясь в данной точке да и глядя на спортсмена который перед тобой достаточно сложно предугадать как тебе его нужно будет снять крупно общий план или что-то еще то есть это добавляет гибкость определенная вот а я если можно сказать такой фотограф извращенец я снимаю фиксы это объектив у которого нет вот этой возможности зумирование все зумирование в моем случае заключается в том что я могу отойти подальше или подойти поближе зум ножками зум ножками абсолютно верно вот это не всегда работает опять же в силу того что мы снимаем обычно достаточно стесненных условиях но на соревнованиях на больших где есть где развернуться там это очень здорово вы очень здорово работает и добавляет по тем фотографиям которые я делаю определенные нюансы следующее репортажные объективы они все-таки более универсальны и они больше заточены под то чтобы просто снять человека не красиво снять а просто снять они очень хорошие на самом деле я все равно планирую как бы хоть один-два себе это приобрести потому что это реально удобно но то на что снимаю я в большей степени предназначено для портретности то есть по сути я снимаю на те объективы которыми принято снимать портреты мой любимый на текущий момент это 90 миллиметровый xf2 тот же fuji film of ski соответственно изумительный объектив он очень резкий при этом дает очень красивый рисунок ну как минимум и люди которым я показывал фотографии да с этим этим они говорили блин очень красиво там все остальное то есть это тяжело но результат того стоит какой какие цели ты для себя как для фотограф оставишь то есть у тебя снимаешь и в поле снимаешь в студии понял что для такой способ реализации себя как художника вот чтобы тебе хотелось поснимать или кого бы хотелось поснимать и какие может быть цели вот на ближайшее будущее то есть может быть что-то такое супер тяжело достижимое и на ближайшее будущее, где ты будешь снимать, где можно попасть к тебе в кадр где можно попасть к мне в кадр попасть к мне в кадр можно мне написать в личку или на самом деле такого нету, кого бы я хотел поснимать в принципе в России для меня все достижимы если это касается творчества, то есть можно любого человека выцепить, потому что сейчас очень много знакомых знакомые знакомых что в принципе любой атлет, даже мирового уровня, там победитель Арнольд Классик это самые большие соревнования по поди-билдингу и там стронгмэм и всему, то есть даже таких атлетов если он россиянин, можно выцепить если он не россиянин, то тоже можно выцепить, если он приезжает в Россию в принципе все достижимы, нет такого, что я на кого-то... ну вот кого бы ты хотел поснимать, кого бы тебе было интересно вот ты следишь за человеком не важно, получится или не получится ну вот ты так кто у тебя еще не был в кадре? Мэтью Фрейзер мы договорились нет, именно из мира кроссфита, конечно, ребят топ Америка, я бы с удовольствием поснимал бы прям... А не из мира кроссфита? Не из мира кроссфита? я уже снял Оскара Хартмана все, все, дальше уже некогда ребят, прекратите эти вещи записывайтесь на гугл диск какие планы где ты будешь сейчас снимать что-то ближайшее? ближайшее я буду на фитнес выставке снимать также репортаж никто не знает, что я снимаю репортаж я снимаю репортаж на фитнес-выставке опять все связано со спортом это будет, по-моему 19 или 20 число в Сокольник какая-то фитнес-выставка меня нашли, я скинул там вы можете фотографии скинуть репортажем? просто у вас немножко другие я скину Оскар и они все это шикарно вы бог тема в которой я влезаю, но при этом в которой я не понимаю ничего практически на что ты снимаешь? может быть это будет кому-то полезно я хочу всех расстроить, на самом деле я снимаю на марк 4, это очень кстати крутая топовая камера почему ты расстроишь? потому что я ее продаю, вчера выложил на вид я меняю камеру, но не скажу на какую если вдруг вы заинтересованы и еще не продаст камеру пишите, да? крутая реально камера это топчик просто, но я хочу кое-что другое, но я не буду говорить ну реально камера топ без косяков, без дефектов продаю не дурка, не бит, не крашен мамой клянусь и... а ты меняешь объективы мы затронули, когда мы общались с Сашей Аверином, он говорит что он снимает, ну кроссфит, да? он специализируется, он снимает на портретник типа вот у него так, ему очень нравится он очень кайфует от того, что получается у него маленький объектив, если я ничего не путаю может быть там а Яна снимает на нормальный объектив именно для... мужской для репортажной съемки, да? у нее такой подход, именно чтобы как мы и вы сказали, да? зум не ножками делать, а... да, да, да расскажи про то, что ты снимаешь, меняешь, не меняешь все зависит на самом деле от задачи, у меня три объектива 24-105, 70-200 это как раз вот эта пушка и широкоугольный, который берет просто там, чуть ли не 180 градусов три объектива мне вполне хватает то есть, все нравятся по-своему у каждого своя фишка, у каждого свое то есть очень опасно снимать на ширик атлетов, которые просто херачивают штангу то есть, потому что ты не можешь в фотоаппарате оценить насколько человек реально тебя близко далеко он может бросить штангу да, как у меня приятель в свое время Максим, вот, Баламожник бросил штангу и разлетелся просто адъектив Даня просто поднимает голову к небу там просто второй этаж и Максим сейчас на втором этаже докручит велосипед Максим очень много неприятных на самом деле истории, но благо тушка это фотоаппарат, соответственно, жив-здоров как я ни разу не разбивал не разбивал, слава богу мне надо еще продать пару раз падали объективы, но ничего все нормально, все фокусирует, все хорошо объектив на самом деле точно такая тонкая настройка как бы, то есть это не телефон объектив это куча-куча линз которые соединены там если ты чуть задел или ну как бы повредил все то есть фокусировки не будет а как удается на гонке героев ну там достаточно мокрое мероприятие вот бежать с фотоаппаратом много лайфхаков, например, пакет есть, конечно, специальные чехлы но они не предназначены а водные, вот там есть же, да, есть стена по-моему называется эта история, когда все забегают наверх и потом скатываются ты скатываешь с фотоаппаратом то есть я даю кому-то, кто уже первый скатился с фотоаппарат сам туда и вот так иду с фотоаппаратом потому что для меня важно не пропустить ни одного момента то есть я снимаю и в воде то есть ты должен быть внутри всего то есть если делать работу, то делать ее только хорошо зачем делать то, что может делать каждый надо делать так, что это тяжело сделать когда ты понимаешь, сейчас вот у меня тоже такой период наступил, что я когда я снимаю, как бы да, все хорошо я начинаю немножко перегорать, то есть мне надо менять векторы немножко то есть добавлять чего-то я сейчас добавляю там другие съемочки то есть которые мне тоже интересны но тоже связаны со спортом и как бы это не спортсмены, а там вот кроссовки я вчера снимал то есть мне это интересно и как бы я много изучаю а это сейчас репортажная съемка ну ты понимаешь, да, именно это кроссовок статическая съемка со всех сторон это предметно называется предметно, да, или это как бы экшен в действии не-не-не, ладно, я сейчас покажу а, сейчас-сейчас-сейчас это можно показывать? ну да-да а, класс кроссовок, не знаю, там наши зрители не увидят рыбок рыбок, да мы с Сашей Авериным поднимали такой, как мы назвали это, игра в дудя поднимали вопросы, финансовые вопросы и обсуждали ну, Саша, да, он не является как бы фотографией, это не его основная профессия, он как бы отдельная у нее есть работа да, фотография как больше хоббит ты фотограф непосредственно и я задал такой ему вопрос можно ли, снимая только кроссфит как бы зарабатывать только за счет соревнований по кроссфиту если, предположим, у нас были бы соревнования каждый месяц хотя бы, возможно это? ну, в принципе, если были бы каждый месяц то, возможно, был бы какой-то достаток на который, в принципе, можно было жить, вот но при этом все равно приходилось бы что-то еще снимать, потому что я не думаю что это были бы такие хорошие прям деньги которые бы могли тебя обеспечить покупку себе новой камеры да, там более лучшие, чтобы у тебя действительно качество улучшалось каждый раз вот, в принципе, ну а так если бы каждый день каждый месяц проводить был бы бюджет у клубов, да, как бы достойный то, в принципе, почему бы нет можно было бы сколько шагов за турнир ты замеряла, не замеряла за какой-то, за день, не за турнир, за день за один самый большой у тебя получалось а, слушай, нет, я не замеряла не получала? я не замеряла, я просто не обращала на это внимание я обращала на это внимание но Саша говорит, что у него набегала ну, десятка набегает точно вообще, да, набегает стабильно, потому что ну, потому что постоянно передвигаешься, ты не стоишь на месте вот, то есть ты, как бы, в любом случае ты делаешь какие-то шаги еще выпады, да, любимые любимые движения фотографа это выпады я даже думаю себе, на самом деле, купить на коленнике потому что, ну, очень больно становится в какой-то момент, потому что постоянно тебе больно, на одну ногу постоянно падаешь, падаешь что ты снимаешь помимо кроссфита? помимо кроссфита я снимаю иногда в студиях делаю портретные съемки то есть это такое это совершенно другие съемки вот, они не спортивного плана то есть это портреты, вот но мне это очень нравится, я отдыхаю вот, плюс, что, получаю за это деньги тоже бегать не нужно, да, перемещаться не нужно вот, ну, вот, в основном у меня пока сейчас кроссфит и портретные фотографии мне кажется, ты снимала ну, если начинать там с 15-го, да ну, там, с 16-го, 17-го года мне кажется, ты на всех основных турнирах в принципе присутствовал то есть нет турнира, которые вот ну, я не была на артиборце еще по-моему в Екатеринбурге да, вот там уже у них кубок вызова, да, проходит кубок вызова в июне, по-моему, да и артиборец с осенью да, вот на артиборце есть цель? попасть или нет? если позовут, да ну, вот в прошлом году я ездила в Вика Б я как бы сама написала давайте, приеду, поснимаю давайте приехала, поснимала что бы хотелось, то есть вот после того, как ты съездила на Геймс в принципе, что еще-то можно, да, уже снять что бы тебе хотелось поднимать, что бы тебе было интересно поснимать? ну, именно с кроссфитом или вообще нет? ну, или с кроссфитом и, может быть, нет, и не только с кроссфитом ну, так вот и задумывалась, потому что, в принципе, да, как, наверное, как для спортсмена я иногда думаю, что, в принципе, может быть, помимо кроссфита начать снимать все классические, да, виды спорта вот, и периодически, то есть я два года подряд снимала художественную гимнастику кубок Алины Кабаевой у меня был такой опыт тоже, это очень интересно это международные большие соревнования, они идут там несколько дней, вот, в принципе, как вариант вот, можно поснимать думала о футболе, я вообще с детства фанат футбольный, то есть у меня есть команда, за которой я болею с 10 лет вот, и на самом деле я даже удивлена, почему я стала не футбольным фотографом вот, но я так подумала, что в футбол я, наверное, сейчас бы уже не пошла а ты ходишь на футбол? а сейчас уже нет то есть в какой-то момент, просто да, я когда вышла замуж, у меня Саша, он не особый любитель футбола у меня он как-то более, ну, немного спал на нет, то есть мы переключились на Формула-1 вот, и в связи с этим, конечно, у меня была бы моя прям супермечта, это снять Формулу-1 вот, я как бы очень люблю эти соревнования, вот, мы постоянно их смотрим, следим, смотрим документальное кино про Формулу-1, то есть это такое второе мы когда появилась Гран-при России, да, когда в Сочи ну, мы еще до этого даже нет, вы ездили, не ездили? нет, не ездили, мы ездили в Баку в 2018 году на Формулу-1 вот, и, естественно, нам очень понравилось вот, я там даже поснимала в один день, когда там можно было походить по пит-лейну, да, я там сделала какие-то фотографии вот, это было бы круто, мы даже узнавали, можно ли там волонтером приехать поснимать, но нельзя, к сожалению так бы, я бы с удовольствием, ребята, давайте, я бы собрала чемодан и просто приехала бы вот, так бы, да, вот, моя бы мечта, наверное, все-таки была по Формулу-1 вот, причем, есть у меня опыт уже съемок гоночных соревнований, вот, здесь вот, Россия так что, вот, туда бы я перебралась, да а что из CrossFit хотел бы поснимать? а из CrossFit, ну, не знаю, CrossFit, где емся, наверное вот, еще бы раз бы я бы с удовольствием съездила вот, и, ну, в идеале было бы круто ездить на санкционированные соревнования, вот, но надо понимать, что это достаточно бюджетно, потому что все в поездке я сама себе оплачиваю, то есть у меня, как бы, нет спонсоров то есть на региональные, на Games, это все из, как бы, собственного кармана, вот, все поездки вот, поэтому, то есть, в принципе, сейчас вот еду на Афродиту, тоже, это, они, по сути, ну, не по сути, а да, есть международные соревнования, вот, снимаем, ну, и хотелось бы тоже поколесить по другим странам Афродиту первый раз будешь снимать? да, Афродиту первый раз, да потому что всегда очень, да, красочные турниры, да, 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 слушай, я очень рада, что, конечно, я туда попала причем меня туда пригласили, ну, в качестве фотографа, вот, а еще Водополуза Водополуза, слушай, точно, вот она сейчас только прошла, да там она, кстати, по картинкам очень похожа с Афродитой да, потому что там, вот, вот, Водополуза, да, вот, было бы здорово может быть, попробую на следующий год туда попасть, как-нибудь, каким-нибудь способом Расскажи про съемку CrossFit, да, и, может быть, это будет касаться и забегов вот, что тебе нравится выцеплять, какие моменты для тебя ценны, как для фотографа вот, поймать, что ты считаешь для себя удачей, да, именно не просто, что ты человека отснял там в статической позиции, да, а вот, как ты вот этот момент, ты знаешь, что сейчас, что-то для тебя круто я понял, да, это эмоции, то есть, самое главное поймать эмоции ты видишь, ты, на самом деле, это происходит непонятная тема в голове и у тебя глаза просто 360 градусов ты понимаешь, что этот сейчас будет умирать, этот уже доделает и ты понимаешь, что сейчас, значит, будут здесь эмоции, тот будут крики, потому что он тянет последние там глаза как у спанчбоба просто вываливается, и ты уже понимаешь, что так, этого бросаем, к этому бежим потому что ловишь у людей эмоции, самое главное это эмоции, радость или горе и когда человек из последних сил делает что-то, превозмогая себя, это очень круто и надо стараться, если снимать, то только это снимать репортаж может каждый, но снимать хороший репортаж могут единицы и я не могу сказать, что я репортажник, но я стараюсь это делать и, как бы, если делать, то делать это всегда с душой то есть у меня нет такой работы, которую я делаю плохо, то есть я чуть-чуть переключился, но это вот да, это такая вот особенность моя один вопрос задают, я отвечаю на другой, который сам себя придумал это, да, это эмоции и, как бы, такое а чего ты больше кайфуешь, от соревнований в поле, неважно, да, какое-то поле, как бы или от крутой съемки в студии вот когда вы, получается, реализовать все 100%, да, что для тебя по цене? да, цене, смотри, вот ты знаешь, все, наверное, знают, кто такой Оскар Хартман, да это миллионер, и в этом году он обратился ко мне со съемкой он был в форме перед тем, как будет бить мировой рекорд он обратился, я вот снял в зале, он гребец, как бы, у него там вот сейчас историю Оскара Хартмана сейчас маленькая, да, Оскар Хартман побил рекорд на 500 метров по-моему, на 100 там было, да, 500 он не стал, что? или на 100 мировой, да, готовился, если вы там следили, он даже тренировался с Ганинами, насколько я знаю там пересекался, это было, так, достаточно, как бы, около, около, кроссфита да, 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 недалеко и на форуме в Санкт-Петербурге, по-моему, все прощает вот он, собственно, это делал, да, продолжай, извините я отснял его в студии, отдал ему фотографии, там, через какое-то время и он меня пригласил поехать его личным фотографом вместе с ним на три дня в Питер и я ездил там просто шикарнейшие снимки кому надо, пишите, я все скину там, реально, очень бомбически то есть, реально настоящие эмоции можно, кстати, я могу Максу скинуть, а он их вместит в видео да, сейчас вот пошли фотографии да, 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 и когда там реальные эмоции первый раз у него не получилось это сделать то есть, он расстроенный идет, все подникли его, там, фанаты, родственники он сказал, что не будет бить сегодня 500, он добьет сотку он снимает майку и начинает это делать еще раз просто крики тренера и все это на кадрах, реально бомба вот это настоящие эмоции, они очень крутые пришлось биться с фотографами, которые там пытались от синергии а я был личным фотографом, у меня локтями просто работаем локтями то есть, у меня важнее была задача, потому что они делают просто свою работу а мне и отчет ему надо было сделать сейчас такой, каверзный вопрос давай есть ли у тебя любимые атлеты, кого ты любишь? ну, вот прям вот именно на твой вкус, давай назовем, если получится, трех девушек и трех парней это, это, Максим, вот это было очень коварно на самом деле я припаясь я попробую, да, я попробую выкрутиться из этой ситуации ну, мы сейчас, да, именно на вкус художника, да, не какие-то личные предпочтения а вот которые, ну, бывает, естественно, там, вне зависимости там от уровня вот тебе нравится снимать человека, ну, вот как-то заходят, бывает, и получаются, может быть или смотри, мне придется на этот вопрос, наверное, ответить двояко чтобы хоть как-то выкрутиться из этой приятной ситуации значит, первая группа атлетов, я бы даже так сказал давай мы не будем, кстати, лить девушки-парни я просто накидаю, да, как бы, тех, кто действительно мне очень нравится первая группа, это будут ребята, извини, Максим вот эти вот, вот эти вот это команда Спрут а почему, извини, да? ай да, я сейчас объясню красвид Спрут, привет красвид Спрут, да я объясню, почему это, по сути, моя семья долгое время была я сейчас от нее, к сожалению, так вот, оттачковался в Москву вот, но Наташа, Петро Риточка, конечно же вот это ребята, которые ну, для меня очень много значат они были моими тренерами Катюха, господи я сейчас всех забуду они меня убьют потом, честно простите, ради бога свои нервные комментарии да, я на самом деле чуть-чуть нервничаю просто потому что, господи я вспомнил, как выглядит Петро и мне теперь, я боюсь теперь большой серьезный дядька значит, вот эти ребята для меня стали, на самом деле можно сказать, первыми моделями при том, что нужно понимать, что это как раз те самые атлеты уровня региональных да, это, собственно, та команда, которая и сделала и, о господи, я забыл Кирюху Кирюха, вот как я забывал тебя снимать все время так я и вот, да стыдно, ну ладно Макс потом что-нибудь из этого вырежет нет? еще раз, ну ладно без цензуры да, да вот эти те ребята, с которых у меня все началось которые, на самом деле, очень сильно мне помогли потому что это был офигеннейший совершенно фильтр такой знаешь, ну можно называть это цензурой но лучше называть фильтром и ребята, которые меня научили понимать достаточно хорошо какая фотография может понравиться атлетам какая фотография может пойти ну хотя бы там тот же инстаграм а какая нет потому что я, на самом деле, изначально считал, что вот как раз те самые перекошенные лица вот эти страдания вот это вот оно нет, на самом деле они меня убедили, что это не так и были правы в общем, короче, это вот они большой им привет, ребят я очень по вам скучаю вот а те ребята, с кем я уже на самом деле больше познакомился на больших соревнованиях в Москве и в других городах, на самом деле слушай, ну наверное, во-первых это, конечно же, тоже близкие моему сердцу и родные сибиряки это Макарова Катя и ее муж Макс Макс вообще, кстати, совершенно какой-то сумасшедший персонаж Макс, извините, если я так выразился ты крут, на самом деле, в этом смысле да потому что человек, ну скажем так его комплекции умудряется вытворять со штангой такие вещи, которые у меня просто ну, я не могу понять, как это как так можно делать при этом, соответственно, и Макс, и Катя они очень красивые они очень фотогеничные и я бы сказал так, профессиональные потому что уметь себя подать на площадке не просто ну как это во время выполнения комплекса вести себя таким образом чтобы потом это еще и на фотографиях выглядело красиво где-то улыбнуться хотя на самом деле хочется совсем не улыбаться да где-то добежав до финишной черты упав из последних сил и все-таки найти там силы как-то тоже повернуться показать там лайк что-то еще это более дорогого стоит на самом деле вот я думаю их еще надо обязательно отметить мне очень нравится Женька Верещак ее тоже я думаю вполне себе можно считать атлетом конечно да Жень это без каких-то там приколов ты очень серьезная девчонка особенно то что она с собой проделала за последние там где-то года полтора какую работу оно вызывает только восхищение вот еще нужно обязательно вспомнить конечно же нашу Сашку соответственно Бузунову Саню да которая тоже прошла через рельяр и спрут и на самом деле показывает совершенно сумасшедшие результаты Санька интересна очень тем что она умудряется при очень серьезных физических показателях то есть она на самом деле выглядит как лет геймс а девчонки которые этого уровня они уже ну достаточно крупные девчонки да можно так ну все наверное спортсмены да ну как бы никуда от этого не деться если ты хочешь поднимать такие веса ты должен иметь определенную мышечную массу и остальное но при этом она выглядит настолько как девочка ну это просто изумительно вот из парней ты знаешь мне очень понравился Соломанов ну он произвел впечатление наверное потому что когда я впервые увидел эту очейку гору на БК особенно на комплексе где в конце были становые по-моему на килограмм под 140 там были лыжи двойные и становые да где он собственно выиграл по-моему задание я просто обалдел от того какой это типаж как он работает со штангой ну и в принципе на самом деле я после этого уже мы не были с ним знакомы да я после этого посмотрел несколько роликов с его канала там ну очень интересный человек слушай ну наверное будет невежливо опять же не упомянуть еще одного парня он к сожалению ему как-то очень сильно не везет он очень классный парень хороший ответ он я уже сегодня упоминал но его какая-то череда просто преследует вот этих вот неприятностей с плечами с его он уже весь там по-моему титановый я надеюсь что скоро он просто как терминатор ворвется да как бы куда-нибудь он классный парень очень компанейский и опять же очень здорово выглядит хорошо на фотографиях потому что он такой сухой поджарый очень красивый ну я не знаю мне кажется я могу еще очень долго перечислять потому что в принципе людей в кроссфите давай скажем так нефотогеничных я не встречал человек может быть нефотогеничным до тех пор пока он не начинает двигаться вот пока он стоит или сидит или там не знаю кушает протеинчик да он может быть таким обычным может быть даже скажу слово нефотогеничным некрасивым это неправильно будет слово но когда он начинает двигаться все это совершенно другой человек его приятно фотографировать получается классные кадры ну вот наверно как то так не так давно у тебя в инстаграме были съемки фотографии Наташи Рыжовой да если я ничего не путаю это наш адаптивный атлет атлет который ездил на водополузу уже 2020 и выступал это первое вообще шестое место это первое в жизни соревнования и мне кажется даже не просто это первый в принципе в России адаптивный атлет который ездил на какие-либо международные соревнования и в принципе участвовал в соревнованиях потому что к сожалению у нас это культура соревнования ее просто нету что он как бы вообще мне кажется огромнейшим провалом вот на водополузе огромное внимание уделяется какие эмоции какие впечатления от съемки и вообще от общения с Наташей у тебя остались на самом деле очень очень позитивный человек я увидел ее во всем инстаграме где-то и просто предложил ей посниматься потому что для меня человек это он просто это я не знаю даже как сказать это как бог просто то есть он берет несмотря на все свои там проблемы какие-то или неприятности он просто берет и тренируется в коляске в коляске люди и я ее пригласил и мы сделали реально небольшой сюрприз я договорился вот с ребятами из Доузена договорился с блогером с одним девочка приехала с двумя видеооператорами ко мне приехал визажист бесплатно мой друг ее встретил Шереметьеву привез сюда мы сделали съемку девушка Маша Соколова сняла про нее блог на следующий день Наташи написали из MyProtein и Наташа теперь официальный амбассадор MyProtein я на самом деле рад что я поучаствовал в этом она очень позитивна это позитивнее нас всех то есть у нас есть какие-то там мы вот начинаем там корить себя что-то ну нагнетает сами на себя то есть человек позитивно реально она пишет песни она с невероятной силой воли и поехать она сначала поехала отсюда поехала в Израиль за визой одна то есть человек на коляске поехала одна в Израиль за визой жила там 3-4 дня возрастилась в Красноярск одна но уже на водополозу она поехала с поддержкой потому что там обязательно и конечно это очень круто шестое место чтобы вы знали от США было 36 атлетов адаптивных только от США она была одна из России мне кажется у нас культура немножко очень плохая в этом плане не в том что как бы не воспринимают адаптивных атлетов еще что у нас просто боятся всего у нас люди стараются как-то вот абстрагироваться типа не хочу я не хочу в это влазить это вот я не хочу там еще что то есть это реально очень крутые люди я посмотрел видео прямые эфиры с водополозы это нереально люди без рук там кто-то там без ног делают просто такие вещи и ты думаешь что это я дома сижу типа надо собираться идти бегать слушай не знаю видимо это просто уже сложилась такая традиция может быть но самые любимчики вот это все-таки наверное Андрей Ганин у меня причем первую самую съемку я с ним сделала когда мы с кроссвордом ездили к нему домой вот снимали для журнала просто его семью его детей просто не спортивная такая съемка вот и вот как с этого момента в принципе я очень люблю когда у меня в кадре появляется вот он занимает почти весь кадр вот в принципе эрик палкин вот но естественно это после games это прям вот моя звезда можно сказать тем более приехал с медалью вот также лену кулик то есть это все вот люди с которыми больше всего я связана была тем или иными иным способом вот и вот как-то они до сих пор наверное остались таки в любимчиках вот а на самом деле в принципе а у меня нету любимых нелюбимых атлетов то есть в принципе я стараюсь чтобы в кадре все были и как правило все очень хорошо смотрятся самое интересное то есть вот нет такого что вот нет вот ответ он нефотогеничный вот я буду меньше снимать нет то есть мне очень нравится достаточно снимать всех и люблю снимать любители потому что у них немножко другие эмоции вот они в чем разница ну вот они иногда позируются специально на камеру все улыбаются многие реально улыбаются на тебя вид уже снимали начинает улыбаться там что-то из себя изображать прикольно а тебе интереснее снять живую эмоцию на площадке который в момент или вот момент позирования некого то есть понимать что это как лучше я считаю что из того что я как бы стараюсь компоновать в кадре чтобы это была какая-то некоторая история то есть не просто что это сведения о том что происходило на площадке да чтобы это было интересно смотреть нужны разные эмоции вот и я стараюсь передать насколько это было тяжело там да там вот эта скалы невыносимые но это в основном ребята девочки стараются не более красиво снимать вот за что они меня очень сильно любят они специально наряжаются красятся там делают косички вот мне это приятно конечно же вот и стараюсь разные эмоции вот и очень хорошо что атлеты как бы позирует на камеру да потому что мне самой это легче вот то есть мне не приходится там подходить или там ждать что когда что-то произойдет то есть я вижу момент они вот прям иногда помашут рукой там вот я их снимаю и потом интересный кадр получается то есть как будто я люблю как раз то есть я не люблю когда все одинаково все одинаковые оскал там вот или только все улыбаются то есть должно быть сразу класс находясь во время соревнования на площадке фотограф даже когда да есть возможность перемещаться по площадке очень часто может оказаться в зоне действия атлета да если тем более там есть несколько до заходов если дорожки рядом расположены были ли у тебя случаи когда ты во-первых мешала каким-то образом и может быть какая-то там неприятная ситуация случалась с атлетом который тебе как-то ты кому-то может быть помешала во время выполнения слушай да потому что это вот было вот недавно на днях это было вот в тайрусе красивый тайрус проходили соревнования командные вот но сразу хочу сказать что даже когда чем-то я мешала никогда не было каких-то агрессивных ситуаций да там потому что подходили вот у меня помешало там ты очень плохая там нет ну просто фотографии не получишь в конце и все поэтому мне кажется друзья мои если вдруг вам маленький лайфхак да если вдруг так получилось что вас не заметил фотограф или вы не заметили фотограф перед тем как высказать ему свое фи подумайте какие какие во-первых фотографии вы получите по итогу а во-вторых хотите ли вообще увидеть фотографии вот буквально это было на днях на соревнованиях кроссвитарис командные когда был комплекс с ходьбой на руках вот и там 4 4 4 дорожки и между ними просто как бы расстояние пластырь белый пластырь вот я очень сильно старалась находиться вот и в итоге за моей спиной дима лапин шел по дорожке на руках вот и просто так снес меня рукой вот я упала и в принципе это было неожиданно немножко больно хотя это очень быстро прошло вот больше было неожиданно то есть так мяч и ни разу не сносили то есть с 15 года это впервые а нет не впервые вот ну обычно я спотыкаюсь естественно ну а штанги там блины то что идешь смотришь на объектив и ты ну как бы я конечно стараюсь маневрировать вот но все равно спотыкаешься а вот допустим на розы хутор соревнованиях вот которые были в сентябре в прошлом году вот меня просто улетела скакалка от атлета я даже выложила отдельный пост да там вот дождь все там уже атлет он прыгал 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 в скакалке уже допрыгивал уже там уже время по-моему заканчивалось и вот и он просто уже на изнеможение так вот кидает и они просто в меня ну привет вот вот кстати по поводу да турнира вроде хутор я следил да по инстаграму многих ребят которые выступали и ты выкладывал и Женя Верещак выкладывал там были прям вот погодные условия они очень резко менялись да но там прекрасная природа там очень красиво да такое место очень колоритное какое самое запоминающееся место где тебе вот понравилось снимать кроссфит соревнования потому что же во многих местах была да вот где картинка для тебя как для фотографа была прям вот и свет и все вот было самое удобное и кайфовое ну если говорить про улицу все таки мне наверно больше понравился в Анапе вот потому что там реально очень много света плюс там где море когда особенно водные комплексы вот то есть они смотрятся по-другому они смотрятся красиво вот плюс можно сделать какие-нибудь масштабные фотографии вот с пляжем с песочком вот а если говорить внутри площадки то скорее всего это были наверное большой кубок на мега спорте да вот за счет света за счет то есть там был достаточно хороший ровный свет вот и было очень комфортно снимать то есть не было никаких проблем ни с чем абсолютно и как бы фотографиями такие более знаешь именно уже такого профессионального фото на что ты снимаешь сейчас у меня камера Nikon это D750 это ну она в принципе относится к линейке профессиональных камер вот полноформатная вот основные объективы которые я использую это Televig 7200 вот светосильный вот и вторая камера это второй объектив это Tamron 2470 то есть это два абсолютно чистых репортажных объектива Аверин рассказал что он снимает на статичный да сейчас я не очень технически подкован в этом плане фикс да и у него отличается и камера за счет этого да она меньше и так как мы пошутили да зум ножками то есть если хочешь приблизить подальше он как раз говорил что ты Паша Табарчук снимаете на большие да которые большие объективы которые позволяют стоять на месте да пробовала ли ты снимать на фикс ну я начинала с фикс то есть да я когда только начинала снимать crossfit в принципе у меня была моя камера другая немножко тоже с никон вот была камера и было я купил специально один хороший светосильный объектив 35 миллиметров вот у меня до сих пор есть вот и собственно с ним я начинала и снимать то есть это приходилось и уходить подходить вот поближе подальше вот но кстати картинка на него на него очень хорошая была вот но из того что постоянно перемещение ты постоянно кому-то мешаешь вот на тебе на голову там может упасть вот как бы пришлось купить ну и пришлось в принципе это необходимая покупка была сначала 7200 то есть я могла уже находиться за периметром площадки спокойно вот при этом снимать как и более дальние более крупные планы вот и потом я купила 2470 это как раз для того чтобы можно было находиться на три площадки снимать более широкие кадры вот и при этом если необходимо можно там и приблизить то есть там какие-то средние даже иногда крупные портреты сколько соревнований оуу соревнования фотографии конечно же в среднем у тебя получают за соревнования а ну за двухдневные возьмем двухдневные соревнования ну от 10 до 20000 кадров кадров да сколько доходит до потом слушай ну так я люблю делать ну я люблю делать так чтобы у каждого атлета да с каждого комплекса была бы хотя бы на фотографии вот для организаторов это конечно не очень хорошо потому что это большой массив фотографии вот но при этом где-то в районе от 700 до 1100 я стараюсь отдать за соревнования кадров иногда бывает за один день сколько за день да но если это были масштабные соревнования по типу сибири большого кубка то как бы за день но организаторы иногда ругаются то что очень много даем но ты понимаешь там не один фотограф снимаешь вот мне как бы жалко ребят жалко что допустим кто-то получит просто одну картинку да со всех соревнований как то вроде хочется побольше отдать вот поэтому а на самом деле в итоге хорошо когда фотографа дает где-то порядка 500 фотографий за турнир ну не турнир а соревновательный день за день да вот потому что это означает что как бы он отбирает самые-самые-самые крутые фотографии которые у него получаются вот и за счет этого смотрится как бы когда смотришь альбом да вот ну сами фотографии и сами соревнования смотрятся более эффектнее чем когда у тебя там тысячи кадров ты там листаешь ты очень давно и в кроссфите да как бы и тем более наблюдаешь наблюдаешь да все это собираешь весь этот кроссфит есть такая сейчас есть такое поверье что кроссфит сейчас в упадке то что ходят ходят слухи ходят слухи что кроссфит в упадке на твой взгляд вот да ты человек который следила и продолжаешь следить и всегда находишься в гуще событий именно то есть уж по эмоциям ты точно знаешь да как насколько все сильно не сильно на твой взгляд правда ли это не правда и если да то в чем причина почему так почему так люди считают почему так говорят ну а слушай ну я бы не сказала что может быть в упадке просто видишь сейчас как бы закрывается много залов вот здесь скорее всего больше какие-то ну финансовые немного стороны вот и плюс я считаю что все дело в организации наверное может быть как то нету каких то может быть финансовые знания как что и делать знаешь там вот и плюс еще то что у нас в кроссфите схема продажи абонементов она отличается от фитнес продаж да и как бы мы не можем на это зарабатывать по сути залу ему тяжело зарабатывать за счет того что он не может продавать так массово абонементы да как в фитнесе да за счет и выживать за счет тех людей которые просто не ходят ну вот я думаю что как бы наверно вот и закрытие залов больше всего за эту происходит вот как бы не все готовы покупать абонементов за 60 тысяч за год платить ну вот а и ну я не знаю насколько упадок а вот по энергии на соревнованиях вот когда ты появляешь на соревнованиях есть ли некогда может быть народ я же вижу что сейчас очень много молодых ребят появилось атлетов да которые хотят выступать которые тренируются несмотря на то что как бы залов вроде как бы и меньше стало но при этом атлетов то меньше не стало вот в принципе на любительские соревнования ребята также и ездят и как бы собирают достаточно большие площадки вот я бы не сказал что это упадок может сейчас какой-то переломный момент надо просто у нас был такой взгляд взлет взлет кроссфита да сейчас как бы это потише потише я надеюсь что это все таки будет опять у нас он придет на новый уровень вот и все таки людей будет больше и больше привлекать этот вид тренировок и как бы да вот они будут ходить ты сама тренируешься я думаю надо подождать все таки да ты сама тренируешься да тренируюсь с переменным успехом да где и у кого а она зал непосредственно я посещаю это союз мы с ребятами сотрудничаем уже 3 года вот очень люблю этот зал это место всех людей кто там присутствует вот прям таки искренне у меня отношение к ним вот а сейчас я тренируюсь под руководством Тани Гусевой вот она мой тренер вот Таню я знаю вообще очень давно она даже об этом еще не знает насколько я ее знаю вот потому что когда мы ходили на базовые занятия в Мэйс у нас вел лапик там по-моему 8 занятий или 12 надо было доходить вел лапик и одно занятие заменяла она Таня вот и поэтому я ее как бы с того времени уже знаю вот а потом когда я начала заниматься фотографией вот так как она любит фоточки она стала одним из первых атлетов когда у нас заказала фотосессия вот и вот как бы мы так вот дружим и сейчас она вот мой тренер она меня очень терпит вот мои прогулы да очень жесткие такие вот но тем не менее как бы мне нравится да с ней заниматься она очень хорошо как бы подстраивает и уровень тренировок и тяжести и как бы и смотрит насколько там что можешь то не можешь как бы ну очень мне комфортно прям люблю вот а зала езжу в союз вот сейчас будет небольшой блиц можешь отвечать развернуто можешь кратко самое красивое движение для фотографа как для тебя да со штангой рвок самое красивое движение гимнастическое а ходьба на руках естественно ну и теперь самое опасное да еще как мы выяснили да 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 в общем одной рукой просто так одной рукой ну это сила атлета да 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 я на маленький анонс ближайшие турниры соревнования на которых ты будешь снимать чтобы люди готовились настраивались красились самое ближайшее это у меня будет 22 марта фитнес-лига пары вот союзе вот так что в принципе если там кто будет увидимся готовьтесь а потом потом следующий у меня будет 11 апреля поеду в питер на сноудроп челлендж москва и питер чистите перышки красьтесь готовьтесь и что бы ты пожелала кроссфит комьюнити россия а напутствие напутствие но именно как комьюнити я пожелал бы оставаться именно комьюнити потому что на самом деле это очень сильная энергетика вот здесь в нашем кроссфит сообществе крутятся очень интересные люди вот очень общительные вот и хотелось чтобы оно развивалось развивалось было больше и больше масштабнее вот и чтобы не было склог сплетни вот этого хочется избежать вот чтобы ты приходил в любой зал приходил как к себе домой чтобы так у тебя встречали как ты встречаешь да вот то есть как бы я именно из-за этого как бы постоянно не могу уйти из кроссфита потому что мне нравится что ты везде приезжаешь даже в первый раз вот тебя всегда встречают то есть ты как-то ну кроссфиттер и секта такая секта получается это как бойцовский клуб бойцовский клуб вот фильм вот я прям вот ассоциации первое правило о бойцовском клубе расскажи всем о своем клубе Иван спасибо большое спасибо тебе спасибо за приглашение было интересно пообщаться да вернемся к спортивной составляющей твоей да потому что мы начали с нее с бега много бегаешь получается сколько у тебя получается ты засекал в год километраж примерно с соревнованиями с тренировками слушай не засекал раньше как-то парился насчет этой темы было интересно все там выкладывают под конец года вообще этим не занимаюсь для меня важен результат насколько продуктивная тренировка она может у меня продолжаться три часа но я пробегу 20 км но я делаю наборы высоты то есть последний мой набор высоты тысячи метров люди ради этого едут в Кисловодск или в Турцию или еще куда-то чтобы бегать такие высоты я в парке горького это делаю а как много тренировок у тебя в неделю вот сколько нужно тренироваться чтобы подготовиться вообще каждый день по-хорошему один день отдыха вполне достаточно ну двухчасовая тренировка в день это нормально бег по пульсу нет расскажи свои отношения про это неправильно я знаю что это очень неправильно и люди кто тренируется тренерами и вообще все топ спортсмены если хотите хотите результата нужен только пульс я не по пульсу и по ощущениям всегда только ощущения то есть я всегда полагаю все-таки на себя и внутренние что с пульсом ты же засекаешь что с пульсом происходит ничего скачет сильно да максимальный пульс который у тебя разгонялся во время забега о когда пульс выше когда идет фотосъемка удачная или какая-то которая тебя будоражит или во время гонки забега когда ты сам бежишь наверное больше во время съемки потому что для меня это очень волнующий эффект всегда я какая бы съемка ни была и даже если я всегда уверен на 110% что все будет хорошо я все равно переживаю потому что для меня это самая главная составляющая то есть чтобы был человек доволен то есть для меня съемка все я погружаюсь и как бы я делаю просто на автомате там весь потный грязный бегаю лежу бегаю прыгаю скачу маслом мужчин женщин ты тренируешься каждый день один день отдыха правильно примерно так да то есть я никогда не ставлю себе воскресенье отдых то есть если я в середине недели не хочу это делать я не буду насколько я знаю что бегуны делают воскресенье лонграны пускай делают что хотят эти бегуны это не бегут да я любитель лонграны у каждого свое то есть по ощущениям опять же то есть ты можешь делать лонгран у меня на фрилансе я могу делать себе лонгран хоть в среду то есть Я чувствую, что сегодня я хочу пробежать много и долго. То есть я делаю это. По набережной, к сожалению, приходится бегать в этом плане. Мне кажется, это не самый плохой вариант. Все-таки. Лучше, чем не бегать, точно. Лучше, чем бегать вдоль МКАДа. Да. Общение, небольшой блиц. Такой прям быстренький. Можешь отвечать быстро, можешь отвечать развернуто. Самый для тебя, но опять же, со стороны фотографов, красивый Атлет Геймс. Атлет и атлетка. Ух ты ж, блин. Слушай, мне очень нравится Фиковский. Но тут я боюсь, что я немножечко кривлю душой. То есть я скорее не за то, что он прям какой-то суперкрасавчик. Мне кажется, что есть там ребята и посимпатичнее. Нет, я имею в виду, вот сейчас дело не о красоте, а твоем восприятии. Кто нравится? Давай вот так. Да, да. То есть тут сейчас скорее будут просто говорить даже не как... Симпатия некая какая-то. Творческая симпатия, художник. Симпатия художника-то отца. Ну, тогда это Фиковский, это точно абсолютно. А у девочек? У девчонок... Слушай, мне они Торис Доттель нравятся почему-то. Там есть, конечно, вот Сарочка, да, вот эти вот все, 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 по ком в тайне текут многие, знаешь, там, кроссфит атлеты и около них, да. Но на самом деле, вот как-то с точки зрения гармонии, какой-то силы и красоты, наверное, вот это, девчонка. Самое красивое движение со штангой? Рывок. Самое красивое движение гимнастическое? Вот здесь я, наверное... Для съемки. Да, я понимаю, о чем ты. Если честно, гимнастические, наверное, красивы практически все. Мое такое, скажем, персональное, любимое, наверное, все-таки выходы на кольца. Но в целом, любое преодоление гравитации, вот именно при помощи своего тела, оно всегда выглядит очень красиво. Что бы ты хотел пожелать российскому кроссфит-комьюнити? Некое напутствие? Слушай, наверное, самое главное пожелание это то, чтобы его становилось больше. Потому что мне кажется, что, во-первых, этот вид спорта заслуживает быть популярным. Очень хочется, чтобы ушли какие-то предрассудки, связанные с этим видом спорта. Вот все то, о чем, к сожалению, очень много говорят спортсмены, зачастую иногда не пробовавшие этот вид спорта. Вот эти вот мифы разные, про закисления миоказа и все остальное. Или про то, что девочки нечаянно становятся очень квадратными, занимаясь всем этим. Вот чтобы это ушло и пришло как можно больше людей в залы. Потому что или не в залы, или хотя бы вот как в движуху, которая обязательно, надеюсь, повторится этим летом. Да, тот же Рибок в парке. Чтобы как можно больше людей этим занимались. Потому что это очень классная тема. Спасибо большое. Макс, спасибо тебе, что позвольте. Спасибо. Самое красивое место, где ты бегал? Самое красивое место? Слушай, у меня прям вот последнее, что я вспоминаю, это Турция. Я ездил в лагерь беговой Митяеву на Новый год. И я не знал, что Турция настолько красивая. Я был просто в шоке. Там горы, это нереально красиво. Для меня Турция это нормально. То есть люди отдыхают, там бухают и все. Вот я себе Турцию вот так представляю. То есть когда мы приехали в беговой лагерь на Новый год, мы ездили в горы. Это просто сумасшествие. Просто пока Турция. А так, конечно, Босния и Грицеговина. Ну, Черногория мне очень нравится. Черногория, конечно. Везде есть, где горы, очень красиво. И где спустился, есть поездить где. А не как Максим. Поехал на Алтай на месяц. И Алтушенко. Три любимых объекта парня и девушка, кого ты любишь снимать. Ну, кстати, не любишь снимать, а кого ты снимал. И кто тебе вот прям от кого ты кайфанул безумно. И вот это прям... А от кого плохо я не буду говорить. Конечно, нет. Именно хороших. Кайфанул. Ну, именно как художник, да? Не без личного предпочтения, вот нравится, не нравится. А именно когда ты снимал, и ты понимаешь, что ты, может быть, не ждал чего-то от съемки, да? А ты или там кого-то ты зацепил на площадке или зацепил во время гонки. Да, было такое. И подумал, что вау, блин, как круто снять этого человека. А, это репортаж имеешься, да? Любой. Вот от чего, где тебе человек попался, может быть, вот твои три топа. Три топа, чёрт. Сейчас так сложно. Мужчина, женщина, можно вперемешку, кого-то вспомнишь. Очень много, на самом деле, людей, профессионалов и кто хорошо смотрится в кадре. То есть, я снимал Машу Соколову, мы с ней первый раз, когда работали. Я переживал, как всегда. Это люди, которые смотрятся идеально в кадре. То есть, Макс очень хорошо смотрится в кадре, но он много... Много... На камеру безобразничествует. Ты вот сейчас смотришь, он... Язык показывает, что... Ну так, ты вроде серьёзно, он... И, на самом деле, Наташа. Вот одна из самых крутых последних съёмок, это вот Наташа. Она, конечно, круто смотрится в кадре. И мне очень понравилось. Снимки реально крутые. То есть, я сам кайфую. Ну, это девочки, а из парней? Так, у меня сейчас просто в голове такая каша сейчас. Я не могу сказать, простите. Не могу вспомнить именно сейчас. То есть, надо лезть в телефон смотреть. А ближайшая съёмка студийная, кого ты будешь снимать? Запланированная. Студийная съёмка. С кем? Это надо смотреть график. Он слишком забит. Да, да. То есть, нет такого, конечно, что я там не дышу. Нет. И все фотографии, кстати, обрабатываю сам. Это самое главное. Что люди есть, кто отдаёт ретушёры. У меня все работают. Сделан только мной. От и до весь процесс веду я. Ты кайфуешь от этого процесса? Да. Я на самом деле даже иногда думаю, что мне больше нравится сидеть за компом. После делать постобработку, чем как бы... Круто. Спасибо большое. Тебе маска. Хотел ещё добавить. Помимо бега, в 2018 году я сделал половинку Ironman. Не готовясь. Я не умел плавать, единственный меня друг начал плавать. Я сделал её сам. А ты будешь ещё триатлонничать? Нет, мне это не понравилось. Почему? Что не понравилось? Скучно. Потому что это не так тяжело, как ты смотришь видео. То есть, подожди, стоп, скучно. То есть, бежать... Сколько ты бежал? 21 километр. Нет. Там 100 километров. Самое длинное. 100 километров сколько по времени? Это, понимаешь, здесь другая тема. Здесь тема, что ты реально просто борешься. Ты каждый же раз борешься. Когда у тебя сводят две ноги, и ты такой... Я вас сейчас проколю булавкой. И они такие... Всё-всё, они сразу проходят. Они уже с тобой разговаривают организм. А там, ну, как бы ты в тепличных условиях всегда. Ты рядом люди, поддержка. А там ты, как бы, выходишь один на один. То есть, это настоящая борьба. И поэтому хочешь себя испытывать всё больше и больше. То есть, потому что мы так познаём себя. Когда ты в тепличных условиях что-то делаешь, это не то. А реально, когда делаешь себе такую нагрузку, что организм такой... Ты что? Я сейчас уйду отсюда без тебя. То есть, тогда да. Это очень круто. И надо всё-таки проверять себя. На что способен ты в экстремальных условиях. Спасибо.